20 марта Исполняется 90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирёва, детского писателя, натуралиста-путешественника. О том, что видел и переживал Геннадий Снегирёв в этих необыкновенных путешествиях, он запечатлел в своих рассказах и повестях. Когда я путешествую по нашей стране, я всегда удивляюсь кедрам в Саянских горах и китам в дальневосточных морях, «Когда удивляешься, хочется рассказать, какая у нас огромная страна и всюду столько интересного», – писал Геннадий Снегирёв. И в своих произведениях он сумел передать это радостное удивление миром природы. Паучком-серебрянкой, осьминожком, хитрым барундуком, умным дикобразом и многими другими созданиями природы, обыкновенными лишь на первый взгляд. Книга «Домик осьминога» поможет вам мысленно очутиться там, где побывал автор, увидеть его героев и полюбить их. Слушайте рассказ «Домик осьминога» и мастерите вместе с нами главного героя. В отлив подводные скалы торчат из воды. Морская капуста длинными лентами лежит на камнях. Ребята с ножами ходят, собирают её вёдра. Я тоже собираю, только не капусту, а морских звёзд и ежей. Нашёл большую звезду красную, а в середине синий круг. И ещё поймал большого морского ежа, фиолетового. Отнёс его подальше от берега. Он иголками пошевеливает и ползёт к воде. Медленно, но всё равно прямо к воде ползёт, а глаз-то у него нет. Я ежа отпустил, стал искать раковин в лужах среди камней. И вдруг в одной большой луже кто-то как метнётся, песок взбаламутил осьминог. Встал я смотреть на него. Он недоволен, покраснел, а спрятаться ему некуда. Я подошёл поближе, осьминог щупальцами задвигал. На щупальцах много-много белых пуговок перламутровых, присосок, как на баяне. Хотел я его палочкой потрогать, а он ещё больше покраснел. Потом побледнел, стал какой-то серый и сбоку трубку выпустил, голубую. И как дунет водой из трубки, мелкие камешки на дне в разные стороны так и разлетелись. Стал осьминог под большой камень подлезать. Щупальцами его обхватил и подвинул к другому камню. Потом ещё подлез, подвинул и забился между двумя камнями. Если дно ровное, осьминоги настоящие домики строят. Один камень поднимут второй, а сверху взгромоздят третий, крышу. Сидит осьминог в домике и посматривает, а вокруг пустые раковины лежат. Он из них выедает моллюсков. Говорят, чтобы раковина не захлопнулась, осьминог в неё камень бросает. Раковина щёлк, а камень не даёт ей закрыться. Осьминог бросается и выедает моллюска. Тут я вижу, он меня боится и решил, дай я его поглажу. Стал на колени, руку опустил в воду и потихоньку к нему тянусь. Дотянулся и погладил осьминога пальцем между глаз. Один раз, два, три. И тут осьминог закрыл глаза. Я гляжу, а он глаза зажмурил совсем, втянул их. Я погладил его, погладил и отошёл. А осьминог глаза открыл и стал за мной подсматривать. У него зрачки поперёк и длинные, как у козы. Над каждым глазом бугорок и рожки мягкие. Осьминог – зверь умный. Любит, чтобы его погладили, приласкали. В бухте вода совсем прозрачная. Каждый камешек над ней виден. На сером камне покачиваются под водой белые ландыши на тонких стебельках. Это икра осьминога. Он её приклеивает на камень. А потом из неё крошечные осьминожки выклюнутся и расползутся по дну. Человечек А теперь добавим ножик, получился осьминожек. А теперь добавим ножик, получил пять, Немножик получил, да получил пять, Немножик. Балка Балка